Какой бы ни была одежда, модной или с прошлого года, брендовой, дорогой или простой, демократичной, испортить или вытянуть впечатление внешнего вида можно с помощью прически. Именно поэтому так важно следить за тенденциями парикмахерской моды. Сегодня несколько стильных укладок представляет мастер салона Гуфа Алексей Верховых. В сезоне осень-зима 2018 особенно стоит выделить мокрый эффект, зачесанные волосы назад, плотные пучки и объемы, заимствованные из 50-х, 80-х и нулевых. Объем создается с помощью вообще правильно подобранного шампуня. И правильно сушить волосы, так как мы сушим в салоне против роста, это нам как бы удобнее. В домашних условиях можно девушкам, девочкам сушить просто вниз головой. Это так быстро, максимально можно посушить. И объем в этом случае получается такой лайтовый. Один из способов добиться желательного объема – плойка Гафре. Гафре используется как бы не по всей голове, а в том месте, где нужен объем. Как правило, это вот зона закругления, ну может где-то макушечка. И использовать не просто смыкая, а смыкая у корня больше акцент. И потом мы плавно двигаемся к концам, мы эти движения, смыкания сделаем как бы на уменьшаемом количестве выдержки этого приборного волоса. Особенно популярен в этом сезоне эффект мокрых волос. Подойдет любой длине волос и тем, у кого нет челки. Эффект мокрых волос достигается разными способами. Это могут быть какие-то гели, которые будут более сильной фиксацией, прикорневые зоны, краевые линии. Также какие-то, может быть, спреи жидкие, солевые спреи тоже можно. Можно вообще не бояться экспериментов. Можно, допустим, солевой спрей использовать вместе с гелем. Гели, пенки, муссы используются на влажные волосы. Популярные несколько сезонов подряд пучки все больше напоминают узелки. А сделать их легко с помощью всего двух шпилек и резинки. Я использую как классика жанра. Это резинка с двумя шпильками держится конкретно, легко использовать. Даже моим клиентам рассказываешь, показываешь, они как-то справляются. Две резинки обернуть, эту резинку спрятать. Этим же можно уже и узлом, либо прядью волос. В арсенале профессиональных парикмахеров обычно десятки продуктов для стайлинга. В домашних условиях такого количества не требуется. Необходимо всего два-три средства. В зависимости от типа волос и укладки, которую вы собираетесь носить. В заблуждении, что лак на все случаи жизни, это как бы неправильно. Потому что лак можно перегрузить и лак он финишный элемент. Поэтому необходимо использовать муссы и либо пенки. Но муссы используются для тонких волос, а пенка она более для толстых, плотных. Чтобы не перегрузить. Прикорневую часть и хорошо распределяется по всей массе волос. Соответствовать тенденциям парикмахерской моды не так уж и сложно. Все прически легко воспроизвести самостоятельно. И делать это хоть каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok